михаил михаил я что-то вас не знаю а сама новую купить тянусь есть надо лимон и сок купить забыл так ребятки всем здрасьте здрасьте у нас как говорится муха банк муха банк всегда все вкусно и приятно доедаем остатки борща по целой такой тарелки выжила всю жидкость а вот колбаска сырок сало хлеб чесночный хлеб лукавые всегда да да вот такой вот хреновая запуска мазик да у меня здесь такой узнать и термостатный термостатная ряженка вкусная кстати говоря попробовал обалденно вкусно напоминает знать как это короче ряженка только вот с яблочком вкусно и вообще обалденно но будучи посмотреть еще другим вкусами не хочет он реально вкусно она как знаешь это как йогурт должна его выложить походу яблочком у него кстати так много здесь у тебя это больше вкусно так всем приятно позиним хорошее настроение так у меня здесь стирочка стираю покрывала чтобы доказать вам в первую очередь все конечно для себя же доказать вам что я чисто плотная там не пишет что я признаю не обижает вам скажи я каждый день каждый день моется не то бежим всем бы такой грязнули как я вам рассказывал тут одну девушку узнавал что дома везде кошки там извините меня еда с извините шерсть в виде приправы могу терпеть вот это да а вот извините меня другое это другое почему кошки не люблю везде шишки не любите ли нации не любите собаку пирожки с котятами это такое я как представлю аппетит пропадать что-то колбаску берешь ну прям так ее опять эти фильмы военные спецназ 2 блинбов ну убери убери ты даже сам и разорки то все убери на малышок ты сама даже тему разговора не поддерживаешь какую такую что это чистоплодная хорошая хозяйка не можем я похвалить вообще в конце концов уже где такая грязнули каждую мусь это типа 2 похвала видео анекдот они тут такой есть смотрел кстати вчера этот сериал не снял это телешел уитни правы дня моя полная жизнь вот меня тоже очень любит кошек но вот она когда готовил она так кошек всех так все уходите все мама готовит всех сигнала а из таких которых знаете от кошки по столам лазит они в это время дубит я в таком доме есть не ставится она от всех сигнала при чем у нее три кошки и одна собака тоже очень любитель кошка а потом сидит плачет у меня никого нету хочет она семью хочет она это плачет он тот кусок убери днем кошку можно любить но я не против болтарбы вообще кожу но у них должно быть свое место они должны лазить на кухне да то есть максимум зайти покушать и как-то вот даже днем вот я учил гонял когда ходят кухни на пороге встает и мягко понимаешь иди отсюда разборачиваться и ходит если говоришь заходи он заходит и ложится около батареи также в остальные комнаты мне кажется знаете разрешение всегда спрашивал мне нравится лысые кошки сфинксы вот они мне нравятся прям они такие горячие теплые они не поддаются дрессировке но они без шерсти вот моя мечта вот если я заведу когда-нибудь именно кошку заведу себе на какую-нибудь лысую как сама ну я не люблю вот эту шерсть вообще терпеть хотя таких вроде тоже там какая-то есть волосы но собаки лысые мне нравится кошки еще более-менее симпатичные есть лысые а собаки лысые а то это хохлата это китайская фу таки страшные вообще а у них еще это лицо какое-то такое китайское и смотрит то ли ее прикосил то ли пардон извиняюсь китайское они у некоторых еще глаз что ли вылезает из орбиты писать это такое существо у них глаза вылезает из орбиты вот так вот трясется все и тогда вот ой фу это представлю а кто-то это читает красиво ты не представляй все впрочем кошки использовали раньше как страшно для гробницы фараона собака кошка а именно кстати там сфинксы вот такие вот вот я говорю он лысый он лысый воспитанная очень воспитан никогда не лезть не найти стал даже на табуретке она вообще не лезть на стулья все у меня есть свое место вот он только там максимум на диван ее хозяйка воспитанная кошка они так что он везде лезет соответственно везде там ее лапы и кровь вот это нормально ящик это понятие чистоты а то как мне одна там бишь убирается по несколько раз в день вот и пардон заведите там десяток вот убирайтесь в день и ну как наташ кролик везде по сути как кошки все от своих клеточку чисто аккуратненько комфорт в любой момент подошли взял угу нет на замену чтобы они прям веленяли по-моему мне кажется они не ленят что Наташ они ленят два раза в год да там прям от них клоками шерсть отходит менять так сказать зимнюю шкурку на весеннюю и на это все происходит в клетке практически они их просто чешут эта шерсть насладит не я сейчас воспитанная кошка я ничего против не имею но есть не воспитанная точнее кошки то может быть и нормальные но хая его не очень потому что не воспитывают вот это вот обычный так вот если знаете животное завести не знаю вот если бы я жила где-то на природе ну там у меня был бы частный дом я взяла себе собаку но чтобы собака знаете она наверно вот чтобы на улице жила как-то мне кажется вот животное оно все-таки должно быть нет здесь вот эти вот карманы собачьи там куда-сюда то чем больше у меня нету животных тем больше я понимаю что они мне нужны я их люблю но я не хочу даже сиди когда не соберусь я их не хочу ну что очень многие у нас где живут наши мне мужа хватает вот так вот так рыбку может завела вот от нее не грязно запаха нет хотя если она сдохнет то запах будет менять ей аквариум надо есть специальные люди которые приезжают меняют аквариум вот такая есть я и мелду в воду ну я и пройду в воду там ее набираешь и настаиваешь отстаиваться несколько дней это специальные чистящие штучки хуйка или змею у меня уже один есть про дошел в комплекте с обезьяной друзья пьянка юба не знаю мне кажется если меня даже ребенок был бы даже для ребенка он заводил есть контактный зоопарк еще был друг пришел по базе слоненок нет да но он отстал говорю есть контактный зоопарк пришел погладим ушел чуть 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 позже подойдет слоненок и попугай будет будет тоже здесь жить понятно слоненок уже один есть черпашоник у меня есть один кугай нет кто кто у нас есть вообще люди которые тоже не хотят заводить домашний живот вот напишите вот напишите что вам не мотивирует вы их не любите или что почему он прям вы не заведете там кошку собаку почему вы отличаетесь я говорю что я не очень хочу чтобы была шерсть какая-то грязь не любит коллеги но кстати у них как реально а помимо людей помимо аллергии еще кошки некоторые если за ними не будем ухаживать они могут стать причиной очень страшной болезни глаз здесь такое не там очень много можно вызвать болельщик можно всяких найти в плодов того что можно слепнуть есть такая или вообще протянуть ноги нет но есть петонники специально там тоже знаете вот тогда удивляет вот посморщина знаете вот некоторые передачи есть там показывали женщину у которой в квартире было что-то там 30 кошек и 20 собак обычно двухкомнатная квартира старинка ну как они там жили это же пиздец вообще представляете вот на это все посмотришь потому что я вообще никого не хочу вообще никого и вот она все это прикрывалось что я спасаю животных я им помогаю у меня отдают кошечку на передержку и я ее обязательно возьму но это мне кажется морозным я тоже не понимаю где как там две три четыре пять шесть кошек хотя когда отопления нету я тебя кружит на кровать ты плавно одеялка моя не поверьте от тебя ляг ты и грей а если кормить не будешь они тебя обглодают это точно ночью так это нужно чтобы ты жил на первом этаже я не люблю кошку я не люблю кошку ну и собаку еще даже могу терпеть тоже кошка какая-то кошка нужно чтобы ты жил на первом этаже много кошек вообще не должно быть в квартире чего чтобы открыла эту форточку и чтобы они уходили гулять ага а потом чуть приперли приходили их в ванную мыть а если ты их не кастрируешь из-за того что это же так не гуманно ты будешь потом еще десятки десятками их котят топить у нас в хорошую соседке была кошка живи как но нет не кошка собака вот не кошка нет собак нет собак короче в общем кутята рожаются и вот знаете для меня вот эта детская травма была какая-то наверное когда она этих кутят пардон извините меня в унитаз вот собака окутилась в унитаз я в один раз пришла а там плавает для меня это просто шок был какой-то детская травма у меня есть детская травма зачем зачем ну да ешь бы вот последний там еще он весел зачем вот столько животных зачем ну блин в конце концов ну кастрирую ее там нет это не куману а так учат там извините меня или как некоторые выбрасывают он тоже сколько историю историю просто берут выкидывают нет бы блин хотя бы даже гуманного сразу они просто бросают и вот как как это как судьба поступит вот это вот не гуманно понимать бросать выкидывать тоже вот девочкам этого закона вот у него была собака хорошая нато собак мы уже старенькая вот я захотела другую собаку а две собаки в доме она не хотела и вот она одну собаку выкинула просто поехала на дачу не на дачном деревне и просто ее там оставила что лети и завела себе совершенно другую собаку спрашивается на хрена вот если ты не можешь ухаживать за животным зачем ты вообще забудешь с чем ты вообще про а вот порно и сегодня был ребенок она бы также выбросила да у меня вот этот случай вообще прям это что животное это огромная огромная ответственность это как с ребенком ты воспитываешь ухаживаешь за ним и так далее если порно у тебя кошки лазут по столу значит они воспитаны значит у тебя неправильно вообще не тебя не слушается да ну и хорошим у тебя же стирка заканчивается это просто вот мое а личное мнение кто-то может с ним не согласиться что-то прям с животными травмося ммм и было у меня в детстве животные были нормально к нему отношусь хочется подкормить но вот домой брать как-то никогда не хотела да 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 и без них нормально зачастую мне кажется и животное берут тех кто у кого есть некое чувство одиночества чувство потребность о ком-то заботиться некоторых действительно не о ком заботиться вот часто бывает так что вот мы признать и дети там разлетаются там вот муж с женой там зовут собачку кушку там еще кому-то каком-то забудь мне вот вов тут хватает вот прям за глаза где он меня сделал которым я занимаюсь ммм вот как слон да и прочее и это тоже я все не хочу больше судьбы дать захлебалась не доела демонстрация потому что меня скидали шапками это любители кошек да ты не понимаешь она у меня чистая так я не спорю про вашу кошку но для кого-то она может быть реальная знаете как-то кошки не моешь но там строится на 6 в конце концов кошки себя вылизывают шерсть собаки пардон себе лижут а потом к вам лезут мам-мам-мам-мам вы же подумайте где побывал данный язык крем о о бумага туалетная животное не пользуются хххххххххххххххххххх я на врать не могут они надо все делают из языка ну что тебя такая обрезвливая просто и носом Попробуй, Декут. Попробуй, очень вкусно, просто кусочек. Попробуй. Не хочу. Я свой юмор. Мне просто спрашивают, что у нас не скотч, что у нас не собачки. Здесь ответил я. Если вам проще так думать, считать, я их не люблю. Не хочу. Звонить. Это мои причины, почему их не люблю и почему не хочу говорить. Зато честно. Говорю, ну вот это вот нечестно, когда у тебя есть животное. А тебя оно надоело. Ты заводишь себе другое. Более модное, молодое. Или старое? Нет, более модное, молодое. Зами это был шок. Очень вкусный ягурт. Режем кабалдины. Все. Всех люблю, всех целую. Ну и все чуть-чуть. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.